Дядя Игнати, у меня нет камеры, только тебя вижу. А почему? У нас камеры нету. Так это, она дешевая, она недорогая. Ой, дядя Игнати, ну одну уже сломали, уже опять еще раз покупать, дима не разрешает. Слушай меня внимательно. Сейчас мы разговаривали с Олей, дядя Игнати. С Ольгой, помнишь, которая встала и убежала тогда? Да. Совершенно неправильно, что превратилось это в ссоры и... Ссоры и поколи. И правда, вот это... Ссоры, ну да, в раз, в раз, в раз, в раз, в раз, в раз, в раз. Совершенно это грешно сейчас тратить на это время, потому что мы о церкви сказали. Ты о руководителе задай вопрос. Можно, да? Я заблуду. Можно, но не уважение, если вы не даете сказать. Я уже ответил на вопрос, вы же не повторяете. Это совершенно не уважение, как вы поступали. Я ответил вам, вы даже не с написания, а ты повторите хотя бы раз. Сейчас что-то другое. Вы записали? Вы начинали сюда. Эти места, думаю, проверьте и все. Ну, я считаю, что мы можем пойти домой, а выслушать. Потому что мне ничего полезного не нужно. Мне не нужно, потому что уже ничего полезного не... И вот мы разговаривали сейчас с ней, да, и она мне говорит, что вот дядя Игнатий Игнатий Игнатийович неправильно говорил, что истинная церковь со времен Иисуса Христа одна, единственное апостольское приемство, только оттуда одно все. Никаких пять течений нету, все это ересь. И он, и она еще, помнишь, я не помню этот момент, может пересмотреть надо ролик, не знаю, где-то вроде как ты сказал, что святые отцы ошибались. И она говорит, как так можно сказать, такую ересь, как святые отцы... О чем, где я сказал-то, что я сказал, ошибались, где я сказал? Дядя Игнатий Игнатий, я не помню, ну там, в общем, вы же сцепились за того, что... О чем разговор-то шел? Из-за церкви истинной, помнишь, ты сказал, что их пять течений, католическая, копы, григоармянская, сирийская и греческая. Да, те, которые сохранили рукоположение. И что дальше? А она же, помнишь, как вот из-за католиков-то сцепились-то, она сказала, что нет. Я не послан убеждать, а свидетельствовать. Я сказал, она не приняла, знаешь, это другой дух. Так она сейчас теперь говорит, что это ересь, ты говоришь. Ну она говорит, что из этого? Она может материться, ругаться, мне как это касается? Это она говорит, не я. Она говорит, ересь. Да у нас-то рядом сколько таких, которые говорят ересь, а сами ничего не знают. Она говорит, Том, как человек хороший, я же к нему очень расположена была, я понимаю, что вы его любите и все такое. Но он пается, он неправильно. Церковь апостольская всего одна, единственная, истинная. А скажи тогда, одна истинная. А кто главный экуминист? Варфоломей ваш. Он с папой вместе служит. Дядя Игнатий, а у них другая, Кирик. Помнишь, Владыка, я тебе высылала там брошюру какую-то, а ты еще где-то там говорил в каком-то ведике давно-надавно. Они типа как вот старобрядческая. Они же с греческой не окшаются церковью. Они остались в стороне, другая ветка пошла, Матвеевская. Ну пускай еще из этого. А у них священство есть. Да, Владыка есть. Ну а если на законы епископа нет церковь, я говорю церковь, еще дальше. Так она дальше... Не, а все остальное заблуждение, как котята, говорю, жалко. Ты за этим и пришла, Марина, меня это абсолютно не касается. Ты время не трать по делу. Что, кто сказал? Пьяная, бредня, старуха собираешь там. Она сказала, но она сказала, она отвечает за эти слова, не я. Что из этого? На Христа говорили, силы велезивола, еще из этого. Ну, апостолов называли всесветные возмутители. Да. Еще теперь. Они говорили, они за это ответят. Я бы, говорит, хотела бы еще раз встретиться с Игнатием один на один, спокойно сесть и разъяснить ему, что такое апостольская церковь. Да, тебе хотят объяснить, что такое одна единственная истинная церковь с апостольских времен. Ну и какая, там, где она ходит. Да. А ты с Германом Сереговым поговори. Он вас ни за что считает. Вы хуже еретиков. Он вас с собаками равняет только. Для него вообще никого нету. Есть один где-то епископ. Он считал старобрядца, а потом отрекся. А потом старостильные греки, тебе отрекся. Мошенники. Я знаю, церковь там, с заблуждениями, может быть, где сохранилось. В епископате рукоположение непреложное. Вот и все. Ты не веришь. Я не иду к коптам. Я ни разу с ними не служил. Я не причащался у католиков нигде. Но у меня есть мысль. Я ее тебе преподал. Ты не принял. Ну и все. Вопрос решен. Второй раз я тебе говорить не буду. Зачем? Она считает. Великий авторитет она считает. А у нас патриарх Кирилл, патриарх Алексей служит с григо-армянами и с католиками. Еще теперь вешать их будете или что? Ну, не знаю. Она говорит такую ею. Слушайте, что она говорит. Встать, даже прах. Зачем говорить-то? Мало ли кто как пухнет. И все нам повторять теперь? Да. Она пухнет. И это ее голос. Он для меня больше не значит. Да, Игнатия, почему ты сказал, что святые отцы заблуждались? А где я говорил? Я спрашиваю. Покажите сначала. Ну, я не помню. В этом ролике, что ты так сказала? Ну, где я сказал? О чем заблуждались? Какие святые отцы конкретно? О чем решила? Ну, я сейчас не помню. Надо вернуться в ролик посмотреть. Я так не могу говорить. А ты сказал. Если я сказал, о чем сказал? Надо конкретно. Мне нужен материал посмотреть, о чем решила. Если говорили о том, что надо мощи выкапать, разрезать и куда-то их вмонтировать, ошибались все до одного. Бог сказал, прах ты и в прах возвратишься. Они из праха тебя вытащат и будут, как Ленина, вымачивать. Если об этом шла речь, тогда так и есть. А какие святые отцы это установили? Леон Дамаскин. Восемь столетий спустя начали мудрить. Это не восемь дней, восемь столетий. Мощи никто не резал. А брали целиком, из правила канонического Седьмого Вселенского Собора об этом говорит, на мощах мучеников. То есть эти мощи мучеников брали, и они под храмом захоронены были. Мученики. А сегодня от Игнатия Брянщинина Феофана режут безумие полное. Ноги отпиливает, моет. Сфотографирует ноги с крюченой пасты, предмежные судороги. Вот так вот отпиленная. И стоит, и митрополит рядом, и епископ, и обтирает, моет. Только не знаю, куда воду-то делает. Пьют или прячут. Безумие полное. Что вы ищете живого среди мертвых? Там нет жизни. А вот от нее там какой-то... Теперь Елисея бросили. Елисея бросили. Бог показал, что Бог силен все делать. Еще теперь... Они... Илью не признавали не Елисея, но Бог показал силу. А потом к Елисею носили мощь и резали его. Нету его. Его вообще мощей нигде нету. Они были сожжены Еленом Отступневым, как мощь Иоанна Крестителя. Митя передает наш поклон, доброе пожелание. Спасибо, Господи, он рядом, слышите. Вы как передо мной стоите, как нас приняли, как ангел, как он нас проводил, как там уже в порту бегал. Это все перед Богом. А баба-то пришла ко мне, посмотрела. Да какие они там верующие, сидят раздетые. Она до того возмущалась. Я говорю, ну, других нету. Хлеб с маком. Давай. Ну, хлеб-то можно. Ты тут уже не откажешься. Это хлеб с маком. Давай. Сама всегда все принесет. Бери, 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 бери. А вам огурчиков все надо будет? Ну, я три огурчика оставила. Она понесла другому человеку. Огурчики я возьму, потому что я тру их ем. Я Вали несу. Ну, она взяла немножко тебе. Ну, ладно, ладно. Смотри, сейчас дождь будет. Останься пока. Я принесу. Ты, может, придешь? Оставайтесь на обед к нам, а? Не надо. Я сытая. Я сытая. Вот такая. Ты приди. Я тебе вот эту дам. Я огуречку все дам. Игнат, их ночь кушайте их. И все. Ладно? Пошла я. Спасибо, Господи. Храни вас в горшоте, мастер, господи. Но после твоего вот этого, где ты меня позвал, смотрел, да? Где позвал? Смотрели вот эту вот, встречу. А, встречу там, в Греции. Это для души моей была трава. Да ты что? Я трава отрываю-то. Ты знаешь, я свалилась. У меня давление поднялось. У меня тошнота. Я говорю, Володя, а я не могу тут вот переносить вот этот вот этот гуд. Моя голова не принимает. Ну, там твой сын Митя, сноха твоя Марина. Хорошо, я и пошла, хоть с ней, Марина и все. Ну, Игнат Тихонович, ты был у мертвых душ. Они так приняли, как ангелов Божиих. Да. Но все там сидели, окружали тебе мертвые души. Да. Мертвые души. Так вот мне и Господь-то я от этого свалил. Почему ты их не обличал? Как мне обличал? Я им все там сказал. А то ты не сначала смотрела. Не знаю. Они меня спросили, какая Греция. Я говорю, вся Греция мертвая. Мертвая. Это мертвые души. Они приходят в церковь и сидят на скамейках. Царю небесную поют. Наполовину голая все. Все. Мужчина перед старым я, все это нисколько не нету. Это мертвые души. Я свалилась. Ну, а потом знаешь что, поднялась и давай Володе все рассказывать. Все вот это вот что. Он говорит, мама, ты их осудила. Ничего, говорю, не осудила. Я оживилась. Куда тошнота ушла. И я пошла в огород пахать. Во как. Значит, я все высказала. Как это, в одном чеке не читала. Когда, говорит, у тебя, какая наболевшая, да? Ты, говорит, подойди к березке. Все, все, выскажи, выскажи. А березка, говорит, это, говорит, Господь любящее дерево. Он ее одел в белой одежде. А эта березка передает Господь Богу. И тебе... Они спросили, как греки. Я говорю, я верующих не встретил. В салониках были. Человек 50 спрашиваем. Священник идет. Где библиотека? Он мимо идет, даже не останавливается. Они в глаза людей не видят. В упор не видят. Я говорю, такого не видал нигде. Как вот будто кладбище какое. Храни вас Господь и Матерь Божья. Спасибо Господь. С Богом. Ну, ладно. Ну, она говорила о тех, кто там собрались-то. Да, да, да. Она тоже нам звонила, говорила. Я что-то собираюсь ехать летом к вам. И боюсь. Думаю, баба будет чихвостить. Диме говорю. Один раз говорю, нет, не поеду. Потом говорю, поеду. Потом посмотрю ролик, где она там кого-нибудь ругает. И говорю, все, никуда не поеду. Я приеду, она меня ругает. Я поймусь и уйду. Ну, хорошо. Серафима Гавриловна, ваша свекровка что-то вам скажет. От вас убудет это. Она мне сколько говорила. Там мы с ней дружим. Она чуть-чуть, еще маленько погодя. Опять то чеснок, то арбузы тащит, то помидоры. Она такая добрая. Ну, ладно. Я тогда к тебе в лагерь придушить. Ну, конечно. Она в лагерь к нам приходит. О, и туда приходит? Очень часто приходит. Приносит. И беседует. И беседы ведет хорошие. Не, ну ты скажи, пока Марина будет в лагере. Пусть она дома сидит. Еще я скажу. У нас хорошее отношение. Поехали. Она говорит, а капуста нужна? Я говорю, не нужна. А потом узнал одному, нужна там. Человеку. Ну, и тут же к ней она сразу вилка сколько? Три-четыре тут же срубила. Семь. Семь даже. А Алифтина там с кем-то у нас, с Надеждой или с кем, они там уже нашинковали. А нам-то хоть одну банку сделали, нет? Так она вся нам и пришла. Вот так. Ну, так. Благодарю вас, дорогие наши. Вы знаете, как мы вернулись. Как Бог нас помиловал. Самое трудное было Швеция. В лесу сломались где. Ну, уж вернулись. Теперь книги-то остались нереализованные. Теперь тамошние собираются. Попы там такую бешеную компанию воздвигли. Из библиотек буквально рвут книги. Значит, они чего-то стоят. Не против одних книг в библиотеках нигде не воюют, как против моих книг. И в глаза никто не видел. У них особая энергетика. Она убивает их. Я тебе уже мирским языком говорю. Да, да. Ни одного слова не считали. В глаза книги не видали и воюют с смертным боем. Ну, что, нормально? Ну, а я их признаю настоящими батюшками. Так, ну, давай, идите, молитесь. С Богом, да? Все. Спасибо, Господи. Давай, отключай первое. Всем поклон давайте. Слава Богу Христу, завтра передам. Давай. Спасибо. Отключись. Вот так. Как они нас приняли? Она такая добрая, Марина. И нити по-хорошему. Все. Да это мы же засняли все у нас. В интернете стоит. Греция, Афина. Дорога встретили, как они нас. Вышли на встречу. О-о-о-о.